МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Петербурге завершился 9-й международный фестиваль медиа-искусства Киберфест. Современные художники используют компьютеры и клавиатуру. С их помощью создают свои шедевры. Выставка моделей разума объединила лучших мастеров кибер-арта со всего мира. К примеру, Карла Ганнес из Нью-Йорка создала видеоперформанс «Бегущий», в котором художница соревнуется со своим виртуальным двойником на марафонской дистанции. Тогда я очень много времени проводила в виртуальном пространстве, создавала свой аватар. И в какой-то момент я почувствовала, что мой аватар начал создавать конкуренцию мне живой. И тогда я придумала эту работу, чтобы сравнить, как этот бессмертный аватар взаимодействует с реальной жизнью. Он существует до тех пор, пока у нас есть электричество. Ну а вот это работа обращения к греческому мифу о нарциссе. В социальных медиа, уверен автор, многие люди подвержены нарциссизму. Меняют свой облик, цвет глаз, волос, форму носа, губ. Что остается от реального образа? Почти ничего. По словам организаторов Киберфеста, электронное искусство с каждым годом становится все более популярным. В некоторых странах мира даже создают музеи для подобных экспонатов. В Петербурге такого пока нет. Впереди выходные, много интересных событий. О них и не только уже в понедельник, в это же время. Приятных вам впечатлений. До встречи.